Завершаем работу нашего мероприятия. Сейчас у нас подведение итогов. Предлагается следующий регламент. Один из модераторов от каждого круглого стола, но в течение 7-10 минут докладывает об итогах, а дальше мы подводим общую резолюцию. Мы начнем с первого круглого стола. Первый круглый стол у нас, сейчас, одну секундочку, это теоретические и историко-правовые основы российской государственности. Модераторы у нас были Аверин Михаил Борисович, Рыбаков Олег Юрьевич и Погодин Александр Витальевич. Уважаемые коллеги, кто из модераторов будет докладывать? Олег Юрьевич, пожалуйста. Действительно, мы очень продуктивно поработали в течение двух дней. Наш круглый стол, теоретические и историко-правовые основы российской государственности, работал в новом здании Казанского института Всероссийского государственного университета юстиции, здание, которое было торжественно открыто 17 октября. Очень приятно, что мы в этом смысле вступили сразу же в научно-учебный процесс, ну, по крайней мере, в виде вот круглого стола. Прекрасное здание и соответствующая организация работа была. Действительно, так уровневый такой вот чувствуется подход. В программе было заявлено как участие преподавателей, это кандидаты доктора наук, так и студенты, магистранты, аспиранты. Все участники круглого стола имели возможность презентации, то есть не только вот устные выступления, но и презентации. География вузов очень широка. Самое активное участие приняли студенты Всероссийского государственного университета юстиции из Москвы, студенты филиалов Казанского, Ростовского, Северокавказского, Калужского филиалов и юридического факультета Казанского федерального университета. Активное участие приняли не только названные вузы, которые традиционно формируют тематику, которая рассматривалась на круглом столе, но и другие вузы нашей страны, из Нижнего Новгорода, из Саратова, Казанский вуз, Университет управления ТИЗБИК. К слову сказать, значительный интерес вызвало выступление аспиранта этого вуза, которое посвящено правовому регулированию международной пандемии. То есть он выступал на английском языке, причем студенты задали вопрос ему на английском языке. То есть международное участие начинает все более входить в нашу работу, и это, наверное, момент, безусловно, позитивный. Участники круглого стола посвятили свои доклады и научные сообщения историческим, историко-правовым, историко-государственным проблемам, актуальным проблемам современной российской государственности, вопросам правотворчества, его совершенствования, роли правовых средств в этом процессе. Были рассмотрены различные аспекты правового сознания, актуальные для сегодняшнего этапа. Были актуализированы вопросы юридизации информационно-коммуникационных технологий в связи с развитием современной российской государственности в условиях цифрового мира, о котором нам все больше говорят. То есть современная проблематика присутствовала в таком широком актуальном масштабе. В этом году выступили представители Министерства юстиции Татарстана и России, что очень важно, поскольку мнение работников сферы государственного управления, государственного аппарата всегда имеет значение. Важным направлением явилось то, что мы слушали доклады и сообщения как студентов, аспирантов и магистрантов, так и преподавателей. То есть вот такая атмосфера творческого взаимного обмена, взаимного проникновения в проблематику, я думаю, служит очень важным моментом для того, чтобы студенты, наши уважаемые студенты, постигали вот те фундаментальные проблемы современной государственности, которые стоят перед нами сегодня. Я не буду отдельно выделять, выступающих было много, 40 человек, и поэтому если я назову хотя бы там двоих, троих или больше, так сказать, как будто бы получается, что остальные меньше. Нет, ни в коем случае. Мы работали вот с Михаилом Борисовичем Авериным, это доцент кафедры теории и истории государственной правой философии Всероссийского государственного университета юстиции, и смогли уложиться в отведенное время, хотя участников было много. И это хорошо, это хорошо. У нас крупный, большой по географии и по насыщенности круглый стол. И, конечно, вот те вопросы, которые мы обсуждали, я думаю, они будут актуальны для рассмотрения и в дальнейшем, на других конференциях и, конечно, на следующих державинских правовых чтениях. Спасибо за внимание. Спасибо огромное, Олег Юрьевич. Следующий, второй круглый стол. Грани российского суверенитета в современном мире. Модераторы у нас Виноградов Вадим Александрович, Фомиченко Михаил Петрович и Султанов Евгений Батырович. Вадим Александрович, да. Докладывает профессор в ГУЮР по Аминюста России Виноградов Вадим Александрович. Пожалуйста, Вадим Александрович. Уважаемая Ольга Ивановна, уважаемые коллеги, в работе круглого стола нашего, который назывался «Грани российского суверенитета в современном мире», приняло около 50 человек. Это и московские наши коллеги, и из ростовского филиала, из иркутского филиала, из северокавказского филиала, из, естественно, наши уважаемые хозяева мероприятия, казанский филиал. Хотел бы сказать отдельное спасибо и федеральному университету за предоставленный нам зал попечительского совета. Я считаю, это, наверное, один из самых лучших залов, который был на круглых столах. Тон дискуссии задали наши уважаемые коллеги, в том числе Москвы, из Санкт-Петербурга, из Казани. Не знаю, наверное, может быть, некоторых я бы все-таки выделил. Это и Виктор Николаевич Демидов, начальник управления Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Татарстан. Это и Сахиева Раиса Абдулова, это заместитель председателя Конституционного суда Республики Татарстан. Я бы отметил и коллег из Конституционного суда Карцева Алексея Сергеевича, и, безусловно, своего уважаемого коллегу заведующего кафедрой Конституционного и административного права юридического факультета Федерального университета Султанова Евгения Батырча. Особый интерес в дискуссии вызвали вопросы не только суверенитета, чему и, собственно, в целом был посвящен круглый стол, и проблемы в его реализации, но и отдельных аспектов, неожиданных вполне. Это аспект соотношения плановости и неплановости в российской экономике. Это основание неисполнения решений Европейского суда по правам человека. Как мы знаем, это довольно сложное дело, которое рассматривалось Конституционным судом. Впервые был реализован механизм неисполнения решений Европейского суда по правам человека, заложенный федеральным законом по делу Гладкова. Сейчас мы ожидаем такое же решение, какое будет вынесено по делу ЮКОСа. Министерство юстиции уже запросило возможность неисполнять, и решение должен принять Конституционный суд Российской Федерации. Это и соотношение в решениях того же Европейского суда по правам человека политики и права. Очень интересная дискуссия, которая довольно широко у нас состоялась по проблемам информационного терроризма и экстремизма, как угрозы международной безопасности. Также широкий такой интерес вызвал аспект, посвященный нашей дискуссии молодежному парламентаризму. Все выступающие, на мой взгляд, показали себя такими хорошими ораторами, конструктивные выступления, конструктивные очень доводы были. Особенно ярким и эмоциональным, по мнению, наверное, большинства участников, было выступление студента первого курса Северокавказского юридического колледжа нашего института. Меликова Низами, если можно его поднять, и вы поймете. Обратите внимание, он поднял проблему интеграции старшего поколения и проблемы пенсионного обеспечения. И мы сказали, что мы вполне с удовольствием доверили бы ему, насколько он был корректен, насколько он был содержателен и убедителен. Владимир Александрович, глядя на это юное дарование, прям так и хочется думать о пенсии в его возрасте. Еще раз хотел бы его поблагодарить за смелость и за то выступление, которое мы с большим интересом послушали и обсудили. Спасибо, коллеги. Спасибо огромное, Вадим Александрович. Следующий круглый стол. Гражданское и семейное законодательство России, актуальность состояния и вызовы времени. Модераторы Чашкова Светлана Юрьевна, Арсланов Камиль Маратович и Сидикова Роза Иосифовна. Уважаемые коллеги, кто из вас? Сидикова. Пожалуйста. Роза Иосифовна. Наш круглый стол тоже отличился широтой охвата проблем очень и активным участием студентов, профессоров, преподавателей в дискуссиях на актуальные проблемы. Я хочу сказать, что мы, вдохновленные пленарным заседанием, с докладом на пленарном заседании, сразу начали с доклада Марины Николаевны об итогах реформы гражданского законодательства о юридических лицах, что вызвало, конечно, очень большую дискуссию, много вопросов, как всегда был такой блестящий доклад, и сразу задался такой тон активной дискуссии. Затем сразу не менее интересный доклад последовал Андрею Васильевичу о гражданско-правовых механизмах борьбы с коррупцией. Тема очень интересная, новая и тоже вызвала очень много вопросов. На нашей секции было выслушано более 50 докладов. Все желающие, кто заявился и хотел выступить с докладами, сообщениями, им была такая предоставлена возможность, и они выступили. Очень много задавалось вопросов, и нам пришлось даже в какой-то степени ограничивать, что, конечно, нам было не очень приятно. У нас ведь секция названа гражданское и семейное законодательство России, актуальное состояние и вызовы времени. И поэтому наша охвата проблем была очень большая, больше, чем на других круглых столах, потому что отдельно не выделена была секция ни предпринимательского права, ни семейного. У нас затрагивались вопросы, начиная от семейно-бытовых, жилищных до таких проблем, как трансграничное банкротство или исчерпание прав в евроазиатском экономическом сообществе. То есть очень широкие вопросы. И надо сказать, что и студенты, и преподаватели особенно отличились, конечно, у нас среди студентов, это студенты ростовского и северокавказского филиала. Они были представлены большой группой, да, и очень интересно было их слушать. И надо сказать, отметить, что все студенты, все те, кто даже не выступал, они очень болели друг за другом, очень внимательно слушали. Была такая дисциплина очень хорошая и сопереживание. Среди аспирантов мы бы хотели отметить, вот посовещавшись, аспирантов как раз главного вуза Российской правовой РПА, да, именюста, извините, пожалуйста, и Казанского федерального университета. Аспиранты хорошо выступали. Ну, давая оценку в целом нашей секции, мне кажется, я бы вот так охарактеризовала ее, что на нашей секции такой витал дух молодежный. И просто искрила от каких-то новых идей, смелых таких, оригинальных. Приходилось даже останавливать, потому что каждый студент второго курса хотел тут же уже вносить какие-то изменения в законодательство, предлагал проекты какие-то. Пришлось немножко даже их остановить. Но это, конечно, прекрасно. Я уже в конце сессии сказала, что вот эта конференция отличается тем, что здесь активно взаимодействуют и преподаватели, и аспиранты, и студенты. Поэтому такая чувствуется свежая струя. Прям воздух искрит от молодости, от свежих идей. Единственное пожелание в дальнейшем в плане развития нашей конференции, чтобы все-таки вот секцию цивилистических наук сделать две, что ли, секции, потому что как-то мало все-таки одной секции для цивилистических проблем. А в целом, конечно, большое спасибо всем участникам нашей секции и модераторам, и преподавателям нашим, которые помогали модерировать, и аспирантам, которые выступали, и студентам, всем присутствующим за такое активное участие. И большое спасибо организаторам. А новые идеи попали в резолюции нашей конференции? Вот то, что вы сказали. Ну, если будет нужно, мы сейчас при подготовке резолюции учтем их. Все хорошо договорились. Спасибо огромное, Роза Иосифовна. Следующий, четвертый круглый стол. У нас уголовный закон. Проблемы криминализации и декриминализации. Модератор Журавлева Юлия Вячеславовна и Талан Мария Вячеславовна. Коллеги? Талан выступает. Выступает Талан Мария Вячеславовна, доктор юридических наук, заведующий кафедрю уголовного права юридического факультета, Казанского федерального университета. Пожалуйста, пожалуйста. Уважаемые коллеги, присутствующие, хотелось бы сначала выразить слова благодарности организаторам нашего блестящего форума и нашим очень активным участникам, и в первую очередь активным участникам нашей секции. Наша секция по количеству участников охватывала по количеству заявленных докладов 30 докладов профессоров, преподавателей, доцентов разных вузов и 60 с лишним докладов студентов и аспирантов. К сожалению, конечно, мы не смогли в два дня уложиться и рассмотреть все возможные доклады, которые были заявлены, поэтому я сразу хотела попросить прощения у присутствующих студентов в первую очередь, поскольку мы не смогли охватить почти 100 с лишним докладов полтора дня. Поэтому одно из предложений на следующий год мы бы с удовольствием заседали и полный день, еще и дальше, чтобы охватить все актуальные заявленные проблемы. Следует отметить, что у нас очень активно выступали представители Казанской школы уголовного права, выступили профессора кафедры уголовного права, которые ознакомили присутствующих в основном иногородних с Казанской школы уголовного права. И вот доклад профессора нашей кафедры Сидорова Бориса Васильевича был один из немногих докладов, посвящен непосредственно значению творчества Гавриила Романовича Державина и его размышления о справедливой ответственности и воплощении идеи Державина о справедливой ответственности в современном уголовном праве. Этот доклад открывал нашу секцию, я думаю, задал тон всей дальнейшей нашей работе. Сегодня перед присутствующими выступал научный руководитель юридического факультета, профессор нашей кафедры Тарханов Эльдар Аблхакович, который провел тоже блестящую оценку основных институтов уголовного права с категорией состав преступления и категорией самого преступления. Очень интересное было выступление у нас на секции декана юридического факультета, профессора декана юридического факультета Самарского государственного национального исследовательского университета Безверхова Артура Геннадьевича. И уже второй раз участвовавший в заседании нашей секции доцента ростовского филиала Всероссийского государственного университета юстиции Спасейникова Игоря Григорьевича. Кроме того, наша секция действительно носила международный характер, потому что среди 60 с лишним заявленных докладов были доклады двух китайских студентов из конкретно института университета китайского политика и юридического университета в городе Пекине, которые обучаются в Московском Всероссийском государственном университете юстиции по обмену на третьем курсе. Они представили два доклада из этих двух докладов. Один мы успели заслушать. Вчера это доклад Джен Синь, который был посвящен критериям криминализации деяний по Уголовному кодексу Китайской Народной Республики. Она блестяще прочитала свой доклад на русском языке. А тематика докладов студентов и аспирантов была посвящена актуальным для уголовного права темам. Вы знаете, наверное, что 3 и 6 июля 2016 года в Уголовный кодекс были внесены принципиальные изменения. И вот как неудивительно, прошло меньше, чем полгода, но студенты, в первую очередь аспиранты, уже смогли подвергнуть эти изменения своему анализу. И большая часть наших докладов была и посвящена этим изменениям. Один доклад так и назывался, доклад о криминализации пакета Яровой. И ряд докладов были посвящены взяточничеству, но именно с точки зрения последних изменений, в частности, предмету взятки. И поднимался такой очень интересный, видимо, для молодежи вопрос. Вопрос о том, может ли быть сексуальная услуга предметом взятки. Кстати, надо сказать, что эта проблема и в других докладах тоже звучала. В частности, один был доклад, посвящен такой интересной теме о снижении возраста сексуального согласия. Но вот еще был блок очень интересных докладов и тем тоже в русле последних изменений Уголовного кодекса. Это комплекс изменений о недонесении. Вы знаете, что была введена норма в статье 205 со значком 6 о введении уголовной ответственности за недонесение о преступлениях террористического характера. И вот эти новеллы в разных докладах с разных сторон подвергались тоже изменениям, оценкам. И студенты предлагали уже и эту норму тоже модернизировать в дальнейшем. Причем интересно, что сходную тематику вот этих анализа последних изменений выбирали студенты, представляющие разные вузы, разные уголки России. Что касается дальнейших предложений, на следующий год, который мы хотели бы тоже внести, то вот вчера прозвучало на пленарном заседании предложение о том, чтобы включить в повестку дня следующей конференции вопрос об антидопинговом законодательстве. Я думаю, что секция уголовного права очень активно включится в эту работу, поскольку есть тоже разные проекты о внесении изменений в уголовный кодекс. И я хотела бы пожелать присутствующим здесь студентам в первую очередь, которые хотели бы принять участие на следующий год в этой конференции, чтобы обратили внимание на актуальные вопросы для уголовного права и вопросы антидопингового законодательства с точки зрения уголовно-правовой оценки и вопросы последних изменений в уголовный кодекс. Спасибо всем. Спасибо огромное, Мария Вячеславовна. Что касается антидопингового законодательства, мы уже говорили об этом на следующих державянских чтениях. Мы планируем отдельный круглый стол создать по этой проблематике, поэтому спасибо огромное за предложение. Уважаемые коллеги, пятый круглый стол «Исполнительное производство и кризис неплатежей. Актуальное правоприменение и перспективы революции отечественного законодательства». Гуреев Владимир Александрович, доктор юридических наук, доцент, заведующий кафедрой гражданского процесса и организации службы судебных приставов Всероссийского государственного университета и юстиции. Пожалуйста, Владимир Александрович. Уважаемая Ольга Ивановна, уважаемые коллеги, в течение двух дней «Круглый стол» на обозначенную тему очень продуктивно отработал. У нас более 30 докладов. Было и выступлений, плюс дискуссия. В работе «Круглого стола» первый день приняла участие заместитель директора Федеральной службы судебных приставов Татьяна Павловна Игнатьева. Весь день в полном объеме тоже она и активно участвовала, комментировала, принимала на заметку ряд предложений. Также Диана Борисовна Шапиева, заместитель начальника правоуправления, участвовала в заседании «Круглого стола». Очень активно отличились студенты, аспиранты Санкт-Петербургского филиала, Всероссийского государственного университета и юстиции, Казанского, Северокавказского филиалов. Действительно, очень много было не только теоретических, но и сугубо практических предложений по итогам работы «Круглого стола». Хотелось бы особую признательность выразить со-модератору нашего «Круглого стола», заместителю декана по научной работе Казанского федерального университета Дамиру Хамедовичу Валееву. Вот он как раз тоже сейчас стоит. И хотелось бы отметить, что кроме вот некой административной составляющей, он является также глубоким специалистом в области исполнительного производства. Это было очень приятно отмечать. Надо сказать, что очень большую дискуссию вызвало ряд докладов, сообщений. Вот в частности, хотелось бы обратить внимание на выступление Руслана Борисовича Ситтикова, старшего преподавателя кафедры экологического, трудового и гражданского процесса Федерального Казанского университета. Он затронул проблематику, связанную с обращением с кандидатом интеллектуальной деятельности. И действительно, и заместитель директора службы, и другие участники круглого стола в общем-то высказывали диаметрально противоположные точки зрения относительно перспектив развития этого направления. Но однозначно был сделан вывод о том, что здесь нет несерьезных исследований теоретических, и служба нуждается действительно в каких-то новых идеях по этому вопросу. Кроме всего прочего, мы значительное внимание уделяли по вопросам нового законодательства о банкротстве граждан, влияние на исполнительное производство нового закона о регулировании коллекторской деятельности, который в полной мере вступит в силу с 1 января 2017 года. И в этой связи хотелось бы особенно отметить выступление Николая Андреевича Зейничева, являющегося и студентом, прошу прощения, аспирантом Всероссийского государственного университета юстиции, и представляет наш санкт-петербургский филиал, он-то как раз уже не первый год занимается компаративными исследованиями в области как раз-таки англо-саксонской правосемьи, и то новое законодательство, которое на сегодняшний день мы у себя только начинаем применять. Вот были очень интересные параллели, проведенные с опытом Канады, Соединенных Штатов Америки, и это вызвало тоже бурную дискуссию. И, в общем-то, по итогам работы нашего круглого стола было много практических рекомендаций, и даже совместно с службой мы обсудили возможность проведения специального научно-консультативного совета по как раз тем предложениям, которые были высказаны на заседании круглого стола. Мы надеемся на то, что действительно ряд интересных докладов, они будут положены и в том числе в основу совершенствования законодательства в сфере исполнительного производства, тем более, что это направление сейчас очень динамично развивается, и, в общем-то, действительно наш круглый стол я убежден, внес такую посильную лепту в том числе и в ряд будущих таких законопроектов и законодательных инициатив. Спасибо. Спасибо большое, Владимир Александрович. Обязательно ваши предложения, они будут учтены в нашей резолюции. Следующий круглый стол, шестой по счету. Проблемы совершенствования административной ответственности. Модератор Ры у нас Малеванова Юлия Викторовна, Уманская Виктория Петровна и Гадыльшина Зухра Ильдаровна. Кто у нас? Уманская Виктория Петровна, доктор юридических наук, доцент, профессор кафедры административного и финансового права Всероссийского государственного университета юстиции. Пожалуйста, Виктория Петровна. Спасибо большое, Ольга Ивановна. Добрый день, уважаемые коллеги. Прежде всего, хотелось бы отметить, что наш круглый стол на тему проблемы совершенствования административной ответственности проводятся впервые в рамках выездной конференции в Казани. Мы очень благодарны ВУЗу и организаторам за возможность проведения столь значимой и актуальной дискуссии, потому что вы знаете, что проблемы административной ответственности сейчас активно развиваются. В работе круглого стола принял участие заместитель министра юстиции Республики Татарстан Ибятов Мухарям Мансурович. Он открыл наш круглый стол, работу нашего круглого стола, задал импульс в нашей дискуссии и осветил основные проблемы и особенности развития регионального законодательства об административной ответственности. Все участники, заявленные и пожелавшие выступить, успели у нас выступить, были очень интересные доклады. Особенно для нас было интересно то, что среди участников были представители Северокавказского института, Тульского института, Ростовского, Санкт-Петербургского, Северного института и, естественно, Казанского университета. Это позволило не просто посмотреть проблемы административной ответственности на федеральном уровне, но и раскрыть особенности региональных законодательств, региональных проблем. В настоящее время, вы знаете, на рассмотрении в Государственной Думе находятся два проекта кодексов об административных правонарушениях, активно развивается законодательство. И, конечно, и для нас, преподавателей, и для студентов было интересно обсудить новеллы, которые предлагаются данными кодексами, обсудить возможность их применения, реализации заложенных в них норм. Поэтому состоялась очень интересная дискуссия. Студенты подготовили блестящие доклады. И, конечно, хотелось бы поблагодарить участников. Большинство докладов было сделано с презентациями очень красочно и живо. Темы, которые поднимались, тоже, в общем-то, очень актуальны. Были рассмотрены проблемы миграции. Сейчас, вы знаете, конечно, весь мир практически столкнулся с этой сложной проблемой. И Россия по статистике фактически находится на втором месте по количеству мигрантов. Поэтому наша задача в первую очередь выработать не только законодательные меры, но и практически по урегулированию миграционного кризиса и недопущению его в дальнейшем. Кроме того, интересный доклад был посвящен вопросу применения такого меры наказания, как запрет на посещение спортивных мероприятий в рамках предстоящих чемпионатов мира по футболу. Это очень интересно. И студенты выработали ряд своих предложений на основе анализа зарубежной практики и зарубежного законодательства. Возможно, мы как-то в дальнейшем это тоже будем учитывать. Особое внимание, несмотря на то, что тема заявлена достаточно узко, как административная ответственность, фактически все сферы другого, все отрасли другого законодательства тоже мы затрагивали, потому что был проведен глубокий анализ и сравнение административной ответственности с уголовной ответственностью, административной ответственности и дисциплинарной ответственности. Поэтому я думаю, что студенты приобрели большой опыт в выступлениях, получили огромные знания, обменялись опытом. Более того, я думаю, что они для себя определили дальнейшее направление своего исследования и я надеюсь увидеть их в дальнейшем на нашем мероприятии и выражаю надежду, что наша секция также в следующем году будет проводиться и с большим участием наших коллег из Казани. Спасибо большое. Спасибо большое, Виктория Петровна. Седьмой круглый стол. Государственная политика в сфере правового образования. Борис Викторович Яцеленко, доктор юридических наук, профессор, проректор по научной работе Всероссийского государственного университета юстиции. Пожалуйста, Борис Викторович. Уважаемый Ольга Ивановна, уважаемые коллеги, я хочу сказать, что кафедра теории и методики обучения праву юридического факультета Казанского федерального университета, а также руководство юридического факультета Казанского университета сделали очень интересный круглый стол. Я имею ввиду, избрав как саму тематику, проблематику круглого стола, так и подбор тех участников, которые представляли и доклады, и научные сообщения в работе нашего круглого стола. И особенно я бы хотел теплые слова благодарности высказать в адрес заведующей кафедры Ибрагима Елена Михайловна, поскольку казалось бы, тема государственной политики в сфере правового образования это категория достаточно высокого и политического и научного уровня, и предложить многим студентам высказаться на эту тему это большой риск. Риск об основе естественно существует, но он оказался оправданным, потому что симбиоз преподаватель и студент рассуждающий на тему образования права, а здесь специфика этого круглого слова заключалась в том, что в нем участвовали как педагоги, юристы, которые имеют большущий практический опыт профессиональной и педагогической юридической деятельности, так и учителя права, то есть те студенты, которые спустя некоторое время выйдут в аудиторию и будут нести в те вечные ценности, справедливости, право обучать и дошкольников, и представителей других уровней образования, поэтому я хотел сказать, что если в целом сказать о работе круглого стола, то эта политика в сфере образования, она была связана с проблемами именно образовательного права. И здесь я бы выделил три аспекта выступай, проблем, которые затрагивают в нашем круглом столе, это собственно исторический анализ развития нашей образовательной среды нашего государства, была серия докладов, причем весьма интересных, современное состояние образовательного права, образовательной деятельности с точки зрения анализа принципов основных направлений государств, политики, сферы образования, и, наконец, третий блок, это собственно говоря, проблемы методики преподавания права, обучения права тех студентов, которые участвуют в работе секции. Мы заслушали 16 научных докладов и сообщений, должен сказать, что должен подчеркнуть такую известную научную смелость большинства наших студентов выступающих, потому что они действительно проявили большой интерес к тем проблемам, с которыми мы обсуждаем в научном плане, но еще больше интерес проявили к проблематике, которая связана с их будущей профессиональной деятельностью. Если педагоги, выступающие на секции, вели речь в основном о проблемах творческого подхода студента к обучению праву, то сами студенты в большинстве выступлений вели речь, конечно же, о принципах образовательной политики, о своенных направлениях, но с акцентом на ту проблематику, которая существует именно в республике Татарстан. И я вот с удовольствием хочу сказать, что можно было теоретизировать, заслушивать доклады, которые, может быть, не привлекали бы внимания, но мне особо понравилось несколько выступлений, когда студенты будущей педагоги, будущего училия права, вот это, так сказать, теоретическое познание уже пытается на втором, на третьем курсе внести свою практическую деятельность, обладевая методикой, скажем, общения со теми будущими своими воспитанниками, которые могут относиться и относиться не только к благополучным семьям, а и к тем детям, нескольцелетним, которые оказались в труднейшей жизни ситуации. Поэтому было несколько докладов, я хочу сказать, что они связаны с тем, что наши студенты докладывали идеи, когда они посещают Центр временного содержания подростка, совершающего пронарушения в городе Казани. Есть такой центр, и кафедра вместе со студентами, с преподавателями реализуют несколько проектов, с тем, чтобы оказать правую помощь этой категории подростков, оказавших трудней в жизни ситуации. Поднимались проблемы, педагогические, правовые проблемы работы именно с детьми, которые ограничены в физических возможностях. И я полагаю, что вот эта проблематика, она в связи с тем, что кафедра и юридический факультет весьма и весьма плодотворно работают со своими воспитанниками и в общем-то большую теорию совмещают удачно с будущей практической деятельностью выпускников. Но и самое главное, мне кажется, что сами студенты видят в себя тех профессионалов, которые будут облагораживать нравы улучшать жизнь, качество жизни в целом и региона, и страны. Поэтому, завершая выступление, я хочу сказать, что мы пришли к единственному мнению на нашем прудовом столе, что, видимо, в рамках державенской чтении в будущем нам необходимо все-таки более широко рассмотреть проблему в целом правоохраны детей. Я хотел бы сказать, что мы думаем, что можно было посвятить этой проблеме круглый стол, потому что она многоаспектна, она многоградна, она имеет национальные аспекты, международные, мы это знаем, в каком мире мы живем, и я думаю, что она назрела, потому что, скажем, вот мы в нашем университете, у нас развито волонтерское движение. В Москве наши студенты посещают и ветеранов юстиции, скажем, и пенсионеров, так сказать, где мы можем оказать некое содействие людям, которые требуют такой поддержки. В городе Казани, в университете, я вижу, что там занимаются специалисты уже трудными подростками, пытаются, скажем, ресоциализировать их с тем, чтобы они могли встать на путь истинный, и предназначить некие пронарушения. Вообще-то жизнь нормальная, полноценная жизнь. Если мы обнимем эти усилия, проведем такой круглый стол, я думаю, что не только преподаватели, но и студенты, наша молодая научная порость будут только рады высказать какие-то идеи, разумные, здравые мысли с тем, чтобы действительно улучшить нашу жизнь. И это первое. И второе, чтобы результативность работы конференции всегда повышалась. Спасибо. Благо за внимание. Спасибо большое, Борис Викторович, за интересные предложения. Мы обязательно включим их в резолюцию нашего мероприятия. И завершаем мы восьмым круглым столом. Державин и диалог культур. Современные проблемы изучения поэзии Гавриила Романовича Державина. Выступает Пашкуров Алексей Николаевич, доктор филологических наук, профессор кафедры русской и зарубежной литературы Казанского-Приволжского федерального университета. Пожалуйста, Алексей Николаевич, Уважаемый президиум, уважаемые коллеги, разрешите представить кратко результаты работы нашего круглого филологического стола, который состоял из двух подсекций. Первая подсекция Державин и диалог культур. И вторая подсекция современные проблемы изучения творчества Гавриила Романовича Державина. Конечно, начать хотелось бы с глубоких слов признательности. И тут отсутствующие сейчас приезжавшие коллеги уполномочили меня это сделать всем организаторам и родному университету и нас принимавшей стороне Лаишевскому району и городу Лаишево, где, в общем-то, наша секция и заседала. По сравнению с прошлым годом, когда встреча филологов и юристов проходила первый раз, наметилось несколько бесспорно положительных, позитивных сдвигов, с которых я и хотел бы в краткой характеристике начать. Во-первых, значительно возросло число участников более чем в три раза по сравнению с прошлым форматом. Второй, безусловно, положительный момент, то, что большее число участников из-за рубежа смогло приехать и, как предложение от коллег на будущее, возможно, зарубежных державиноведов, а у нас выступило несколько очень интересных и переводчиков, и филологов из Великобритании, Венгрии, Румынии и так далее, возможно, имеет смысл в какую-то отдельную группу или секцию в рамках работы такого круглого стола выделить. Третий позитивный момент, то, что удалось нам к дню конференции при поддержке организационного комитета большое спасибо выпустить в формате коллективной монографии сборник материалов уже, и, конечно, хорошо, что после перерыва снова нашла свою жизнь традиция привлекать молодежь филологическую, в частности, на подсекции, которой мы руководили с коллегой, с профессором Елабужского института Анатолием Ильичем Роживиным, выступило несколько студентов второго курса. Самыми свежими наработками начало пути всегда очень важно было. Круглые столы, у нас, точнее, две секции одного круглого стола, благодаря дружественной, очень точной и верно заданной атмосфере, проходили действительно в непринужденной атмосфере творческой, действительно, как круглые столы и как чаепитие даже. Какие-то доклады особо выделять не хотелось бы, потому что все какую-то свою интересную лепту внесли, но единственное несколько слов, конечно, нельзя не сказать о уважаемых зарубежных коллегах, как я уже говорил, прежде всего, писатели и переводчики из Польши, из Великобритании, из Венгрии и Румынии приняли участие в работе нашего круглого стола. В завершение несколько уточнений и предложений, что тоже после совещания с коллегами я могу предложить. Момент первый касается того, что при очень большом количестве докладов, а их у нас было практически 60, очень сильно за 50, работа в формате только выездном вызвала определенный цитнот времени, все-таки переезд до Лаишева занял существенное время и, к сожалению, это отразилось на регламенте. Зарубежных коллег никто, естественно, не ограничивал. На отечественном материале пришлось сильно затянуть пояса, как пошутил Анатолий Ильич Роживин и в итоге студенты, конечно, профессора любезно их пропустила, но некоторые профессора вынуждены были достаточно существенно урезать свои доклады. В прошлый год была очень интересная у нас картина, опыт заседания в Музее истории. Возможно, вот, конечно, никоим образом не отказываясь от участия на родной для державе на Лаишевской земле, возможно, одну из подсекций целесообразно там и оставить посвященную диалогу культур, а вопросы более теоретические, историко-литературные, перенести в стены университета. Ну и, конечно, коллеги просили Оргкомитет на будущее рассмотреть возможность не в рамках одного дня работать круглому филологическому столу, нас много, исследований много, а хотя бы один полный, а возможно, полтора дня. Благодарю за внимание. Спасибо большое, Алексей Николаевич. Обязательно Ваши пожелания и замечания мы учтем в работе следующих державинских чтений, а подводя общий итог уже по результатам круглых столов, вот мне кажется, наша резолюция должна состоять из трех пунктов. Первый. Создать Оргкомитет державинских чтений, который в течение года будет работать на постоянной основе. Пункт второй. Державинским чтениям передать статус международных. И третий, самый главный пункт. Державинские чтения в Казани должны проходить неделю, не меньше. Спасибо большое, коллеги. Ну, а если серьезно, 12-я Всероссийская научно-практическая конференция Державинские чтения завершается. Она была организована и проведена Всероссийским государственным университетом юстиции РПА Минюста России при непосредственном участии и активном содействии Казанского Приволжского федерального университета. В работе нашей конференции приняли участие более 20 представителей органов государственной власти, общественных организаций и творческих объединений, в том числе зарубежных, а также студенты, аспиранты и преподаватели 25 высших учебных заведений. В соответствии с программой конференции на пленарном заседании, заседание круглых столов было заслушано и обсуждено более 400 научных докладов и сообщений. Участники состоявшейся конференции единодушно выражают глубокую признательность и благодарность президенту Республики Татарстан, правительству Республики Татарстан, руководству и профессорско-преподавательскому составу Казанского Федерального Университета за высокий уровень организации конференций и убедительный пример эффективного общественно-государственного партнерства в реализации просветительских функций государства и общества в области права, популяризации научных подходов решений различных социальных, политических и экономических проблем. Я думаю, что здесь коллеги все со мной согласятся. Участники конференции подчеркивают, что в современных социально-экономических условиях основными ориентированиями перспективного развития российского государства является подъем и развитие национального и международного права. У нас в работе нашей конференции в этом году работало восемь круглых столов, перечислять я их не буду, мы сейчас заслушали всех модераторов. Хотелось бы вот на что обратить внимание. В ходе работы конференции были определены приоритетные темы научных исследований и новые подходы к организации и содержанию ежегодной конференции державянских чтений. Первое. Участники конференции единодушно признали необходимость развития научных исследований с учетом международного опыта с целью последующего внесения законодательных инициатив в области защиты прав несовершеннолетних при их усыновлении и удочерении иностранными гражданами. Второе. Участниками конференции поддержана идея проведения научных исследований с целью разработки мер унификации и законодательств различных государств в области международных спортивных правоотношений. Третье. Участники конференции считают необходимой разработку правовых механизмов противостояния деятельности международных террористических организаций. Четвертое. Основываясь на том, что разработка перечисленных выше направлений научных исследований должна проводиться с учетом международного опыта с возможной выработкой предложений по унификации национальных законодательств различных государств, конференция принимает решение о проведении преданий державинским чтением статуса международных. Международной научно-практической конференции. И пятое. В целях обеспечения высокого организационного уровня международной научно-практической конференции признается необходимым создание постоянно действующего организационного комитета, определяющего сроки проведения конференции, актуальную и перспективную тематику круглых столов, обеспечивающего заблаговременное информирование российских и зарубежных участников конференции, формирующего его программу. То есть, то, о чем я говорила, оргкомитет, действующий на постоянной основе в течение всего года. Шестое. Участники конференции поддерживают тезис о том, что коррупция представляет собой одну из основных угроз национальной безопасности Российской Федерации. В связи с чем принимают решение о проведении в рамках конференции в 2017 году круглого стола на тему коррупция как угроза национальной безопасности. Вот такие предложения для внесения в резолюцию нашей конференции. Уважаемые коллеги, кто за эти предложения... Да, у нас еще были какие-то, да? Да, может, добавить кто-то хочет? У нас... Вот вчера на пленарном заседании прозвучало предложение издать полное собрание сочинений Гавриила Романовича Держайна. Мы с коллегами обсудили этот вопрос. И я думаю, что к следующим державенским чтениям мы совместно... Риас Гатаулович нас поддерживает и Ильша Травкатович. Я думаю, что мы сможем воплотить эту идею. И почетные гости смогут у нас, наверное, в качестве подарка получить это издание. Спасибо. Еще какие будут предложения для внесения в резолюцию нашей конференции? Уважаемые коллеги, руководитель секции мы все учли? Как вот ваше мнение? Модераторы учли? Ну тогда вы сформулируете, мы их включим. Подумайте, хорошо, в рабочем порядке мы их включим. Да, давайте тогда вот предложение, которое мы сейчас не учли, может быть, пропустили, может быть, какие-то новые идеи прозвучали в работе круглых столов, и вы хотели бы, чтобы это попало в резолюцию нашей конференции? Пожалуйста, в письменном виде в оргкомитет, и мы... Мы работаем потом и разошлем. И всем разошлем. Спасибо большое. Еще есть предложение, коллеги? Нет? Ну тогда давайте, да, проголосуем за принятие резолюции нашей конференции. Кто? За данное предложение. Знаете, как в армии голосуют? Ставим вопрос на голосование. Руки поднять, руки опустить, за против вы сдержались единогласно, Рея С.ГТО. Спасибо. Дорогие друзья, я хотела бы предоставить слово нашим гостеприимным хозяевам. К сожалению, Ильиша Травкатович, он у нас был в Москву, поэтому первый проректор Рея С.ГТО. Пожалуйста, вам слово. Добрый день, уважаемые коллеги, добрый день, уважаемые друзья. Шатар Травкатович просил, во-первых, передать большой привет, он звонил буквально вот, ну где-то, наверное, час назад, интересовался, как идет наша конференция. А я хотел бы что отметить? Ну, у нас и в прошлом году конференция очень хорошая, а в этом году еще она лучше прошла. Она лучше, во-первых, с позиции глубинного анализа, содержания. И я думаю, результаты нашей конференции сегодняшней, которую мы подводим, они сами за себя говорят. Поэтому это очень радует и вдохновляет на будущее. Я хотел бы всем вам пожелать успехов, новых творческих достижений, новых идей, чтобы мы на следующий год еще раз лучше обсудили и больше, конечно, коллеги, особенно я обращаюсь к молодежи, практик ориентированных предложений. На практику давайте будем рекомендовать нашим органам власти что нужно изменить, что нужно модернизировать, что нужно, так сказать, перестраивать. Вот это, я думаю, будет самый полезный итог нашей конференции. А так, всего вам хорошего, доброго здорового, добрый путь. Спасибо. Спасибо огромное, Реаз Гатаулович. Я хотела бы предоставить слово Андрею Ивановичу. Пожалуйста, Андрею Ивановичу. Также добрый день, уважаемые друзья, уважаемые коллеги. Еще раз хотел бы поблагодарить от имени Республики Тарстан Ольга Ивановна вас за то предложение, которое в прошлом году прозвучало в наш адрес, о проведении 11-й Всероссийско-научно-практической конференции «Державинские чтения» в городе Казани и за то решение, которое по ее итогам было принято, о, ну, скажем так, приземлении этой конференции навсегда или навечно в нашем славном городе, в городе Казани и в нашей Республике. Я думаю, что от этого решения выиграли и мы, и сама конференция, поскольку, когда все знают, что ежегодно в определенное время какое-то мероприятие проводится в одном и том же месте, статус этого мероприятия повышается. Я хотел бы поблагодарить всех организаторов конференции, прежде всего, Правовой академии, Российский юридический университет, Федеральный университет, который любезно согласился принять в своих стенах эту конференцию. Я хотел бы поблагодарить всех организаторов этой конференции. Проделан действительно большой труд и как одному из организаторов мне действительно видно, что то, что сделано в этом году, оно как бы более системно. У нас уже выработался определенный опыт и я думаю, что год от года наши компетенции, наши знания будут возрастать и конференция будет все более масштабной, все более значной, а ее решения будут звучать все более и более широко. В заключение хотелось бы пожелать гостям нашей конференции счастливой дороги. Я знаю, что сегодня многие из вас уже уезжают буквально после этого пленарного заседания и я очень надеюсь, что в будущем году мы вновь с вами увидимся. Спасибо. Спасибо огромное, Андрей Иванович. А я хотела бы в вашем лице, Андрей Иванович Поминов, у нас первый заместитель министра образования Республики Татарстан, выразить искреннюю благодарность Министерству образования Республики Татарстан за поддержку. Спасибо вам огромное. Дорогие друзья, вот видите, вот как всегда, все хорошее, оно очень быстро заканчивается. Я еще раз поздравляю вас, наверное, поздравляю уже сегодня с успешным завершением двенадцатых державинских чтений и вторых, которые у нас, вот второй десяток, мы сегодня с Риас Готовочем сказали о том, что второй десяток мы начали здесь, в Казани, это новый виток. С успешным завершением вас двенадцатых державинских чтений, успехов, всего самого-самого доброго, поскольку мы уже здесь все так сдружились, не хотим расставаться, давайте прямо сейчас здесь снимаемся и завтра в Москве продолжаем нашу конференцию. Всем успехов, всего доброго и до новых встреч. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова